Приветствую вас! Вы знаете, конечно, я вас понимаю. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вы чувствуете себя вообще ненужным, неприспособленным. Чувствуете себя, возможно, неудачником. Я понимаю, прекрасно это все, но мне думается, опять же, что исходить здесь нужно из того, что не вы решали жить вам или умереть. Не вам. Не вы решали. И, соответственно, если решали не вы, то не вам решать сейчас. Это вопрос своей жизни, потому что человек не может сам принимать решение относительно того, что жить ему или нет. Вы не бог и в любом случае не являетесь в этом смысле хозяином своей жизни. То есть, мне кажется, что вам нужно сбросить с себя ответственность вот ту, которую вы сейчас пытаетесь на себя взять. В том смысле, что сбросить с себя ту ответственность, которая сейчас на вас. Вот. Вот. Для того сбросить эту ответственность вам нужно для того, чтобы не тратить свои ресурсы на это. Ага. На то, чтобы решить, решать постоянно, да, жить вам или нет. Это не в вашей компетенции находится. Соответственно, если вы берете на себя столь большое количество ответственности, да, если вы считаете, что можете взять на себя такую ответственность, ну, ответственность по принятию решения, значит, жить вам или нет. Вот. То я думаю, что вы, скорее всего, где-то еще берете на себя повышенную ответственность. Вот. И, соответственно, необходимо, чтобы вы отказались от нее. Вот. А с этой ответственностью, то есть, чтобы вы не брали ее, не брали ее больше, чем мы способны справиться. Вот. Это очень важный момент. Очень важный момент. Чтобы вы не брали на себя то, что вам не принадлежит. Вот. Надеюсь, этот аспект будет вам понятен. Вот. Вот. Потому что он очень важен для вас. Подумайте. Подумайте, где вы, вот где, где вы берете на себя ответственности больше, чем нужно. Вот. Подумайте, где вы берете на себя больше, чем способны там, допустим, справиться. Вот. Вы берете на себя больше, допустим, чем, вот, способны чувствовать себя, да, как-то комфортно, например. То есть, вот, ответьте на, ответьте сами, сами себе, да, на эти вопросы. Вот. Далее. Далее вы сравниваете себя с другими людьми. Понимаете? Понимаете? А сравнивать себя с другими людьми означает стыдиться самого себя. А стыдиться самого себя значит не принимать. Если человек каким бы он ни был, себя не принимает, значит, он не может нормально существовать. Потому что очень многие вещи, очень многие вещи человеку недоступны по причине того, что у него постоянно идет борьба. Борьба с тем, что он не такой, что он не такой, как другие. Но вы не можете быть таким, как другие. Вы такой, какой вы есть. Это нужно ценить и нужно принять. Другое дело, что у вас не получается это сделать. Другое дело, что вы не можете это сделать, потому что, например, есть такое убеждение, что то-то с вами происходит неправильно. И сами вы неправильно. Если человек говорит, что он неправильный сам или считает себя неправильным сам, то, скорее всего, речь идет о его неверных установках. То есть вот у вас, у вас, да, есть неверные взгляды на себя, неверная позиция, ложные взгляды. Вот. Именно по отношению к себе. Вот. Потому что вот вы маленький, да, вы пишите, что у вас небольшой рост, но какая здесь разница, какой у вас рост? Вот. Вот. Серьезно. Почему вас это волнует? Вы думаете, что все дело в росте? Отнюдь. Все дело совсем в него не в росте. Дело в том, куда вы направляете свою энергию. Дело в том, чем вы занимаетесь. Дело в том, насколько вы реализуете свои возможности. Дело в том, какие цели вы перед собой ставите. Дело в том, для чего вы делаете то, что, допустим, хотите. Вот. То есть вам 20 лет. Прекрасно. Осваивайте профессию. Осваивайте какую-то специальность. Развивайтесь. Узнавайте что-то новое. Простите. Становитесь специалистом в своей области, например. Какой бы, ну, какой бы вы не занимались области, да. Становитесь специалистом в этой области. Вот. Понимаете? Единственное, чем вы отличаетесь от других людей, чем вы отличаетесь от людей, может быть, да, вот, может быть, чем вы отличаетесь от людей, это только тем, что другим проще выстраивать поверхностные отношения. Вот. Причем я здесь не ошибся в терминах, говоря именно поверхностные отношения. То есть очень важно понимать, что люди, о которых вы говорите, ну, по факту стандартизированные люди, да, вот, им легко выстраивать отношения, но именно отношения стандартные. Я хочу, чтобы вы это понимали. Стандартные отношения всегда не искренние отношения. Вы же, я уверен, хотите искренности. Вот. Дальше. Что вы описываете еще? Еще вы описываете, что у вас скандальная семья. Здесь я бы очень рекомендовал почитать так называемую психологическую игру «Скандал», основной целью которой является страх близости между людьми. То есть люди, которые играют в эту игру, они, как правило, очень сильно боятся близости, они боятся доверять, они не доверяют себе и поэтому постоянно скандал. Вот. Потому и вы боитесь близости, считая, что можете обезопасить себя, значит, ну, сможете сделать близость более безопасной посредством какой-то вот хорошей внешности и так далее. Вот. Ну, а естественно, при отсутствии близости у вас не сформировалось адекватного отношения к себе, да, и любви к себе, и, возможно, даже прислушивания к своим желаниям, своим чувствам и так далее. То есть самооценка, самооценка, у вас занесена самооценка. Люди-то скандалят, вот, ну, вокруг вас, да, в вашей семье. Люди скандалят, потому что они так общаются, они так, они так взаимодействуют, им так комфортно, вот, людям. А вы, будучи ребенком и, вероятно, принимая все за чистую монету, вы считали, что все дело вас, что это вот из-за вас такая вот история, что это вот вы такой, значит, ну, вы такой плохой, например, да, вы такой плохой, а, и, там, к вам относится так, потому что вы такой вот плохой. Хотя на самом деле это не так, да, и относится к вам так, как относится, совсем не потому что вы плохой, а относится к вам так, потому что люди по-другому не могут. Вот. Что касается диабета, то диабет, конечно, это история достаточно неприятная, но, насколько знаю я, люди с этим живут, и живут достаточно неплохо, вот. Поэтому я думаю, что вам нужно искать возможности. возможности, возможности для реализации, опять же, своих желаний доступными вами способами, вот. Потому что жизнь человеку, как правило, дается один раз. И упускать такую возможность, еще раз повторю, вы не имеете права, потому что не вы, не вы отвечали за то, чтобы вам появляться на свет. Не вы отвечали за то, чтобы вам раздаться, не вам отвечали за то, чтобы умереть. Вот. Понимаете, вот кто угодно, если будет сравнивать себя с другими людьми, да, вот кто угодно вообще, если будет сравнивать себя с другими людьми, у него будет комплекс, комплекс. Почему? Потому что сравнение происходит всегда по принципу, у меня есть то, чего нет у тебя, да, и, соответственно, поэтому я лучше, потому что у меня есть то, чего нет у тебя. То есть, сравнивая себя с другими людьми, вы практически всегда будете в проигрыше. И, кто угодно на самом деле будет в проигрыше, сравнивая себя с другими людьми, потому что, потому что, другой человек, именно другой человек, да, другой человек, это не вы. Другой человек, это другой человек. А вы, это вы. И, поскольку данные вещи, то есть, вот, данное сравнение является несовместимым, что всегда будет в проигрыше тот, кто сравнивает себя с другими, лучше равняться на самого себя. Для этого, понятно, нужно выработать адекватное отношение к себе и к своим слабым сторонам, к своим слабым сторонам. Ну, вот. Для этого, понятно, что нужно учиться их использовать, свои слабые стороны. Но, еще раз повторю, что кто угодно, вот, абсолютно, да, кто угодно, если будет спрашивать себя с другими людьми, то это будет не в его пользу. К сожалению. А может быть и к счастью, потому что, если бы сравнивали себя с другими, мы бы что-то получали бы, что, возможно, все люди были бы одинаковыми. Вот. Вот вы сами подумайте, что бы произошло, что бы произошло, если бы все, да, сравнивали бы себя с другими, с другими людьми. Как бы это было тогда? Что бы тогда было в отношениях между людьми? Вот. Как бы тогда все происходило? Как бы тогда люди строили свои отношения? Поэтому то, что происходит сейчас, то, что происходит сейчас, защищает вас от потери собственной индивидуальности. То, что происходит сейчас, говорит вам, что вы двигаетесь в неправильном направлении. То прислушиваться нужно к своим чувствам, к своим желаниям, к своим стремлениям. То есть, ответственность нужно нести только за себя. И все. Понятно, что умереть, в смысле о смерти, приходит к вам не случайно, да. Понятно, что умереть вам хочется не просто так, да. Понятно, что о смерти вы думаете совершенно не случайно. Да, понятно, что подобная мысль вам, вероятно, в голову пришла тоже не случайно. А, например, потому что, да, то есть, подобная мысль пришла вам в голову, потому что вам ее родители, допустим, ну вот ваши родители, да, вам эту мысль интроицировали. А вы ее приняли, эту мысль, ну вот так. Вот вы ее услышали, эту мысль, таким образом. Вот. И теперь думаете, что без вас было бы лучше. Всем. Ну, я думаю, что это классическая интроекционная схема. Вот. И нужно изучать, как вам решать в голову мысль. То есть, почему вы считаете себя, грубо говоря, вот недостойным жизни. То есть, понятно, что у этого есть свои причины. Я более чем уверен. Вот. Я более чем уверен, что у этого есть свои причины. Давайте об этом пойду подумаем. Вот откуда вы взяли эту идею, идею о том, что вы должны умирать. Вот. Насколько она вас, эта идея тяготит, да. То есть, насколько вы часто об этом думаете. Вот. И что конкретно вызывает у вас, ну скажем так, мучение, напряжение. Что вызывает. Что вызывает. Или если, если вызывает, да. И вы знаете, что. То какое. И как часто. Вот. что. И соответственно. Что это вам дает. То есть, понимаете. Какую выгоду вы получаете от этого. Понятно, что на первый взгляд, на первый взгляд, может казаться, что выгоду вы не получаете, выгоды вы не получаете никакой. Но это только на первый взгляд. Вот. А так, на самом деле, выгода есть. Вот. Просто вы ее, эту выгоду, да, может быть, не видите. Вот. Может быть, вы ее не замечаете. Вот. Эту выгоду. Но она есть. Поэтому давайте мы с вами попробуем ее найти. И тогда. И тогда. Задания вам будут следующие. Какие у вас самого желания и чувства? Что вы хотите? Ваше ли это желание? Какие формы реализации ваших желаний и чувств вы используете? Что вы не принимаете в себе и почему? То есть, список ваших слабых и сильных сторон. Источники. Откуда вы узнали? Что названное вами является, является вашей слабой. или сильной, сильной стороной, да. Вот. И аргумент. То есть, аргумент это, почему. Почему вы считаете вот, собственно, так. То есть, по какой причине вы считаете так. Ну, давайте для начала, для начала на этих двух заданиях остановимся. Для вас. Да, надеюсь, что мой ответ вам помог. Я полагаю, что ваш основной вопрос, зачем вам жить, найдет свой ответ после того, как вы разберете своих чувств и сами для себя откроете свой собственный личностный смысл жизни. Вот. Когда вы увидите его, когда вы, даже не то, чтобы увидите, когда вы почувствуете его, свой, свой жизненный смысл, личностный смысл. Вот. Тогда, я полагаю, что вам будет в разы лучше, чем сейчас. Да, я полагаю, что вы сможете, наконец-таки, двигаться дальше. Ну, по жизни. Вот. Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было для вас полезным. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова